Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова, меня зовут Юлия Прелл, и в сегодняшнем видео, как вы, наверное, уже поняли, мы будем говорить с вами о чем-то скандальном, интригующем и то, что заставило людей сказать вау, потому что такого раньше не было на рынке. Конечно, многие бренды выходят с сексуализированными темами, например, вспомнить хотя бы Нарс и их знаменитые румяна, но когда Джеффри заявил о том, что он выходит с его первой тушей, которую никогда не было в его коллекции, что очень странно, у него есть все от теней, заканчивая скрабами для губ, и мне кажется, это не было бы таким скандальным, если бы не название туши, потому что это название, оно очень смелое, не так ли? Кстати, насколько я знаю, когда он вышел с этой тушью, какой-то скандал опять возник, я же даже не знаю, что читать, потому что каждый запуск у Джеффри сопровождается скандалом, но я считаю, как, если вам нравятся продукты, с которыми человек выходит, но в данном случае видажист, то иногда даже не хочется брать во внимание его личность, вот эта вот смелость, которую он проявляет, когда он выходит со своими многими запусками, это, наверное, то, что и подкупает. Так, сегодня я получила свою посылку с Beautylish, я не знаю, почему я не заказала его тушь с его сайта, но на самом деле там все уже и так распродано, поэтому на Beautylish, если вам интересно, насколько я знаю, там еще она присутствует в наличии. Тушь эта стоит 23 доллара, что вообще очень нормальная цена, есть тушь и гораздо дороже. Тушь эта, если вы переведете ее, она должна выдержать все, начиная от влажности, заканчивая всем чем угодно, но, допустим, я скажу, что это будет жара, вода, но это еще не все, потому что упаковка этой туши заставит сказать вас вау. И это правда так, я еще не раскрывала ее даже. Давайте это делаем вместе. Это реально очень мило и интересно. Когда я смотрела видео, в котором Джеффри говорил о том, как он делал этот продукт, сколько он делал его и какую мысль он преследовала при создании этого продукта, он сказал одно. Он создавал эту тушь для того, чтобы дать вам experience. Это больше о том, что вы чувствуете, когда держите в руках эту тушь, чтобы когда вы использовали продукт этот, это заставило вас окунуться в какой-то другой мир, что-то вроде того, и я считаю это очень прикольно. Как оказалось, ему потребовалось очень многое время, чтобы создать эту тушь, ему пришлось долго думать над упаковкой, над вот этой вещью, что напоминает нам о взрослых играх, да, играх для взрослых. И это очень круто. Кстати, эта вещь, она реально рабочая, поэтому, да. Он сказал также, что вы можете, если вы захотите, конечно, вы захотите, наверное, в любом случае убрать эту вещь и, в общем, использовать ее без значка 18+, особенно если у вас есть дети в доме, то они, наверное, потребуют объяснения этому. Мне очень нравится, что эта тушь идет не просто, знаете, вот банально вот так вот, да, она идет в коробочке, и коробочка эта имеет бархатистую текстуру в себе, очень богато и дорого, да, дорого-богато, как говорят у нас. Это то, что я пока чувствую насчет упаковки. Как он дал нам небольшой намек, Джеффри Стар, он сказал, что, конечно же, это тоже в черном, она самая черная, но и, конечно, вы можете ожидать еще и то, что я выйду с цветными оттенками туши, это же косметика Джеффри Стар. Итак, тушь эта у нас сделана в США, что здорово. По составу я могу сказать, что он выглядит для меня нормально. Я точно помню, что он говорил, что в составе этой туши имеется масло ши и также биотин, что в перспективе поможет вам, возможно, даже отрастить ресницы. Можно сидеть так вот весь день и шлепать себя по руке. Да, итак, давайте же откроем эту тушь. Кстати, мне нравится, что это сделано под кожу, все красиво, в стиле как раз-таки этого эпатажного визажиста. И насчет кисточки. Кисточка этой туши, она, как сказал Джеффри, очень эргономична, она уникальна, и я с этим соглашусь. Ее нельзя поставить, поэтому придется положить ее. Кисточка выглядит у нас вот таким образом. Она очень интересна. Выглядит как будто бы, я даже не знаю, как описать ее, она выглядит, будто бы у этой кисточки имеются отдельные шарообразные синки на самой кисточке. Я надеюсь, что я правильно объясняю, но я это вижу именно так. Вот. Джеффри говорит, что эта тушь, она способна сделать даже самые короткие реснички, удлинить их, что круто. Мне кажется, у меня у самой ресницы достаточно все-таки короткие. В общем, удлинение, объем, и, кстати говоря, что самое главное, эта тушь может заменить вам даже накладные ресницы. И Джеффри даже говорит сам то, что он сейчас предпочитает гораздо больше носить тушь, чем накладные ресницы. Тем более сейчас такое время, когда все мы носим маски, и как раз-таки ресницы это то, на что обращают внимание в первую очередь, не так ли? И, конечно, как всегда, туши Джеффри являются риганскими, cruelty-free, все в этом роде. И сегодня, кстати, что у нас будет самое интересное в конце этого видео, ну или в середине, нужно посмотреть, насколько эта тушь может выдержать воду, вылетая у тебя на лицо. Я это сделаю. Кстати, немножко о формуле. Эта тушь, по заявлению бизнеса Джеффри Стара, является водостойкой, но при этом вы можете ее стереть, просто немножко потерев ваши глаза. То есть можно сказать, что это тушь чулочки, которую, когда вы стираете ее, она не делает вас пандой, и не нужно будет применять целую кучу средств для того, чтобы стереть эту водостойкую тушь. И начать я хочу, скорее всего, с этой стороны правой, вашей левой. Что, поехали? Первое мое впечатление, это то, что щеточка у этой туши, она прямо-таки жесткая, то есть не могу сказать, что это щеточка с очень мягкими щетинками. И иногда щеточки такого типа могут очень легко попасть вам в глаз, и вы будете плакать. У меня вот такое происходило с тушью от Шерлотт Силбери, поэтому сейчас делаем второй слой на этом глазу. Я уже вижу, как она начинает показываться. Мне кажется, разница видна. Ресницы определенно смотрятся длиннее и объемнее с каждым слоем. Ну что, я думаю, разница вполне очевидна. Мне нравится, как это смотрится. Ну что, я думаю, что я последний раз, наверное, опущу туда свою кисть и попробую достроить объем моих ресниц до прям такого глобального уровня. Я думаю, здесь мы остановимся. Конечно, чем больше вы будете пытаться нанести туши на ресницы, тем это все будет смотреться менее аккуратно. И я это сейчас вижу, особенно в начале вот здесь вот. Видно, как тушь скоро осыпется с этой зоны. Двух-трех слоев этой туши будет вполне достаточно, если вы хотите сделать эффект накладных ресниц на ваших ресничках. Вообще говорят, что тушь становится гораздо лучше по формуле через примерно месяц. То есть она как настаивается у вас в упаковке. И я с этим согласна, потому что очень часто я покупаю тушь, и я ее могу не использовать. Потом я опять достаю ее из косметического гардероба, и оказывается, что она гораздо лучше показывается на глазах, чем до этого. Поэтому я думаю, это правда. И теперь то же самое сделаем с нашим левым глазом. Сейчас я вижу, как мне кажется, я неправильно нанесла эту тушь на правый глаз. И видите, насколько смотрится все это некрасиво и неаккуратно в сравнении с этим глазом. Здесь ресницы смотрятся, как будто бы они более натурально выглядят. Здесь как будто бы продукт, он собрался на моих ресницах, и это скорее выглядит больше, как паучьи глазки, паучьи лапки. Здесь натуральный эффект, и, наверное, это то, как тушь должна выглядеть на ресницах. Если честно, у меня всегда бывает такое, что я пробую какую-нибудь новую тушь, и эта тушь, она проявляет себя именно так. Когда я первый раз наношу ее на ресницы. Вот, возможно, это как раз-таки тот случай. Возможно, если расчесать, это будет выглядеть гораздо лучше. Все, теперь все, выглядит гораздо-гораздо лучше. Тушь легко убралась, я легко подкорректировала ее, и все. Теперь надеемся, что тушь эта засохнет, подсохнет, и она уже будет как влитая сидеть на моих ресницах. И так выглядит у нас тушь после трех-четырех слоев. Мне кажется, это смотрится красиво. Это действительно тушь, которая сделала мои ресницы, ну, видимыми. И как будто бы у меня действительно, знаете, накладные ресницы. Я чувствую это так. Красиво смотрится. Я вижу объем, я вижу удлинение. Я вижу все, что, наверное, я хотела бы видеть в туши. Действительно, это был очень хороший экспириенс использовать тушь, начиная с открытия упаковки, с красивым вельветовым красным оформлением, заканчивая тем, как выглядит сама тушь, кожа, плетка. Я думаю, что это продукт, который заслуживает внимания. И мне будет очень интересно посмотреть, как он будет себя вести в течение всего дня. Ребята, мне кажется, я в восторге от того, как у нас все сегодня получилось с вами. Я считаю, что это достойный продукт. Мы посмотрим еще в конце дня, достойный он или нет. Просто как будто бы у меня, знаете, накладные ресницы. Мне почему-то так все это чувствуется. И мне не терапится уже сделать тест с водой, чтобы посмотреть, останется ли она на моих ресницах или нет. Теперь я думаю, что я вернусь к вам в часа 4. Вот, так что сделаем с вами прямое включение через пару секунд. Что, ребят, прямое включение. У нас сейчас полпятого вечера, и я все еще тестирую эту тушь. Я носила ее достаточно долго, 4 часа почти. И мне кажется, за все это время я не увидела ни одной подашки. Тушь не сделала из меня панду. Не отпечаталась нигде, ни внизу, ни на веках. И смотрится она, мне кажется, почти как будто бы я только нанесла ее. Все так же я вижу этот объем. Конечно, эта сторона выглядит чуть лучше, чем эта. Можно видеть, да, то, что она как будто бы дает мне эффект накладных ресниц. Но при этом это мои натуральные ресницы. Сейчас мы будем делать тест, тест водный. То есть мой муж, он опрокинет на меня стакан с водой. И мы как раз-таки посмотрим, насколько эта тушь действительно водостойкая. Или нет? Я готова. Как это выглядит? Это выглядит хорошо. Это еще лучше? Тест пройден. Тушь работает, водой не смывается, это точно. Поэтому можно сказать, что эта тушь оправдывает то, что они говорят. И вот так выглядит тушь после броска водой. И я точно не вижу ничего такого, что будет отпечатываться на пальцах. Кроме этого, получается, если я протру свой глаз, он, скорее всего, эта тушь сотрется. Но как она повела себя, это замечательно. Ну что, ребят, я вернулась. Мне кажется, тест прошел очень даже хорошо. Мне кажется, многое можно было понять из того, как тушь отреагировала на воду, на прикосновение с водой. Что мне, знаете, не очень понравилось, это то, что она сразу начала опадать. То есть сразу начался процесс, при котором, ну, тушь, она будет сходить с ваших ресниц. И, например, если я сравню эту тушь с тушью от Maybelline. Знаменитая тушь на ТикТоке, Maybelline Sky High. Это тоже водостойкая тушь. Однако, когда на нее попадает вода, она не сходит. Эта же тушь, она, ну, чулочки. Тушь чулочки. То есть, по сути, она и будет это делать, потому что такова формула этой туши. Тушь от Джеффри Стара. Это тушь, которая предполагает, наверное, наслаждение больше процессом использования продукта этого. Упаковка, все смотрится просто шикарно. Высший класс, очень красиво. Ну и, конечно, этот хвостик. Это тоже очень интересно и забавно играться с этим. А если сейчас, например, дотронуться до моих ресниц, да, она просто опадает. Показать вам, в общем, да. Не знаю, не то, что я хочу, когда я использую тушь, которая якобы должна быть водостойкой и влагостойкой, и все такое. Знаете, он заявляет о том, что это тушь чулочки. То есть, он так и говорит, что эту тушь очень легко смыть. Но, блин, а почему она тогда так легко смывается? Я вот этого немножко не поняла. Ну, печально просто. Я все-таки привыкла, когда продукт, он стойкий, он долго держится. Мое конечное мнение это то, что это прикольный продукт с невероятно классными обещаниями. И они выполнены, да. Но, видимо, с водой она не дружит, иначе мы увидим, как она сходит чулочками с наших ресниц. Надеюсь, ребят, вам понравился наш сегодняшний обзор. Я попыталась охватить все аспекты того, как это тушь может работать при разных условиях. И надеюсь, мне это удалось. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк или оставите комментарий касаемо того, что вы думаете насчет этого запуска. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Очень надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее легкое видео. И да, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжей, идеальных макияжей каждый день. И да, я не прощаюсь с вами. Ваша Юля. Пока-пока. Пока-пока.